Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. Врываемся снова в ваши радиоприемники. Это Комсомольская Правда. 8.33 уже на часах. Точно и местная, как говорит товарищ Андрей Белоусов тут напротив меня. Готовы вас снова будить радовать. Надеюсь, вы уже все проснулись, хоть и пробки уже на дорогах чуть побольше стали, но и да ладно. Ничего страшного. Да, действительно, переживем. А пробки, кстати, семибальные, но это не влияет на наше настроение. Чего нам пробки семибальные? Снег. Хорошо, благодать. Урожай будет. Урожай будет. Хорошо ведь. У нас, да. Друзья мои, к нам пришла в гости Ирина Тебенева. Ирина, добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Не знаю, день, утро. Я уже, честно говорю, потерян во времени. Мы с вами сегодня поговорим о нескольких важных факторах, которые на нас тут опять нахлобучили. Ну, во-первых, это день, всемирный день свободной любви. При слове «свободная любовь» мне вспоминается сразу пинг-флойд, хиппи, вудсток, обнаженные девки, исписанные с ног до головы всякими вот этими вот непристойностями, типа там мир волосам, мир в кровати и так далее. Вот. Давайте об этом. Или как-то вот это по-другому день свободной любви. Что такое свободная любовь вообще? Ну, наверное, каждый какие-то свои ассоциации имеет. Для этого нам интересно на приёме, когда приходит клиент, да, и, например, для кого-то свободная любовь будет просто выйти замуж за того человека, который он любит, и, например, семья не разрешает этого, да, то есть он может быть другой религии, он может быть не того статуса или ещё что-то, да. То есть для кого-то будет проявление свободной любви, это просто свободно, ну, влюбиться в того человека, в которого ты хочешь. А в общем таком смысле, скорее всего, мы понимаем свободную любовь, ну, то есть это мы испытываем чувства, да, их и проявляем, неважно, в браке мы находимся или нет, то есть в нынешнем обществе, да, то есть немножко за законами нынешнего общества. То есть, грубо говоря, вы сейчас говорите о том, что я, например, нахожусь в браке, у меня, например, жена Зина, а люблю я Сталину. А, ну, вы вдруг полюбили Сталину и приходите к Зине и говорите, ну, Зин, я... Либо втроём, либо пошла вон. Я честно... Нет, почему? Бывают такие разные пары, и тут важно, чтобы всех устраивало в паре, то есть если мы говорим о семейной, да, какой-то системе, да, и семейной терапии, то есть если в паре всех устраивает, всех троих всё устраивает, все всё знают, то, в общем-то, да, это со стороны будет называться свободная любовь, но она достаточно честная. Но очень редко так бывает, то есть в России я таких свободных людей не встречала. У меня есть клиенты из Швеции, то есть у них на самом деле прописываются контракты, то есть они заключают контракт с женой, с вот этой девушкой, жена знает, в какое время муж уходит к этой девушке и так далее. Ну, то есть как бы суть в том, чтобы права не нарушались, то есть свободно в плане проявления именно чувств, но как бы не нарушение права. А я вот наоборот слышала мнение психологов по поводу таких вот отношений, что это потом всё равно приводит к разрушению чьих-либо, вот, ну, не знаю, ожиданий и так далее. То есть всё равно кто-то останется недовольный, и это вот начало конца. Безусловно, вы правы, то есть скорее некие девиантные вот такие пары, то есть они всё равно в обществе будут такими считаться, да. Кто-то в этой тройке или четвёрке, или я не знаю там в каком составе, скорее всего, либо им фантазирует, что он это сможет сделать, либо он просто подыгрывает, боясь потерять. То есть если бы действительно в идеале всем было всё хорошо, да, такие, наверное, есть случаи, там, в Индии так, есть живут хиппи. В Швеции опять же. В Швеции опять же такие. То есть примеры существуют, но скорее вот то, о чём вы говорите, это про то, что мы часто подстраиваемся. Бывает, что девушки очень юные выходят замуж, и муж становится такими фигурой отца, ну, в психике её. И она определённым образом соответствует, ну, вроде как так, значит так. И мы же знаем, да, с вами, когда там девушки, ну, например, там, человека били, там, несколько лет там что-то с ним делали, и у него спрашивают, а ты почему не уходила? Ну, потому что меня папа в детстве бил. Она как бы и не знала, что это неправильно, да, то есть, ну, она думала, что это норма. Вот тут вот скорее про это, насколько ты честен с собой. А как же вот многожёнство в некоторых странах и культурах, это прямо очень плотно засело и нормально. Ну, скорее всего, это точно так же, то есть это же такая мусульманская традиция, и там тоже очень много правил. То есть тут вопрос, вот, что я и про свободную любовь сказала, что и про многожёнство. Если это официальная история, да, там, по шариату всё прописано, ты защищён, там, от бедности, там, и так далее. То есть у нас же сейчас бывает такое, что мужчина по факту живёт на две семьи. И все об этом знают. Все об этом знают, и дети общаются, но когда он умирает, например, второй женщине ничего не достаётся, потому что у неё фактически там не было никаких прав. Тогда как в мусульманских странах всё достаточно чётко, есть права, то время, которое он обязан проводить и так далее. То есть все люди, живущие там, они с детства в этой традиции, для них это норма, потому что нормы, они всегда меняются, да, там. Мы можем взять там какое-нибудь средневековье, будут одни нормы, там. Слушайте, ну давайте сразу, вот поставим крест на этой теме, потому что, мне кажется, у нас это не приживётся. У нас по-прежнему все будут втихушку куда-то шастать, где-то втихушку будут жить, а господа психологи будут всё это дело оправдывать, говоря о том, что вот ты молодец, ты, наконец-то, дожила до этой темы. Правильно, Вик? Ну, в таком культуральном смысле, скорее, вы правы. То есть в целом, наверное, ну, может быть, где-то через каких-то несколько поколений, если только случится, ну, в ближайшем будущем. Не дай бог, у нас никогда не приживётся толерантность в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации и как раз вот подобной аморалки. Не говори никогда, не говори никогда. Знаете что? Я вам скажу, молодая вы наша феминистка, пригласи вас в кабак муж, да предложи вам распилить счёт пополам, он сразу станет козлом и скотиной. Неправда. Ты про меня какого-то мнения. Ой, да ладно вам, Клара Захаровна. Так это было и так будет. Ну, на самом деле, да, большая проблема русских девушек, что, с одной стороны, они ждут вот этой патриархальности, заботы о себе, а с другой стороны, они хотят соблюдать свои права. И вот этот вот конфликт очень часто бывает в парах или в невозможности построить отношения. Фац. Ну, то есть тут надо тоже как-то договариваться. Я не говорю, что нужно или за белых, или за красных сразу же быть. Но так или иначе, нужно понимать, что если ты здесь требуешь что-то от человека, то, скорее всего, тебе придётся в каких-то вопросах прогнуться под него. Ну, то есть под руками. А мы же не такие. Так это же называется... Мимикрия это в природе называется. Да, может быть. Компромисс. Да, это называется компромисс. Вот это хорошее слово для семейных отношений. Вообще, в принципе, это называется в нормальном-то языке двуличность словом. Вот я так считаю. И переубедить меня пока никто не смог почему-то. Нет, ну тут же вопрос Юли скорее имеет в виду о том, что люди договорились. То есть в каких-то вопросах они договорились так. То есть, например, муж платит за неё всегда в ресторане, а она всегда ему готовит ужин. То есть не красные и белые, да? Просто в каких-то вопросах патриархат в каких-то семейнестях. Да, но просто Юля жрёт в ресторанах гораздо чаще. Понимаете, в чём беда? Всё, это уже, я думаю, вопросы их семейных отношений. Да, это действительно. Ладно. То есть у нас свободная любовь, как таковая, не приживётся. Ну, скорее она в каких-то отдельных моментах приживается, да? Вот вы сами сказали, там есть движение хиппи. Они живут, они иногда живут, снимают большой дом или большую квартиру. Но то есть это, скорее всего, табуированная тема, которую мы не хотим обсуждать. Мы не хотим говорить, например, там, мама не хочет говорить, а у меня дочка живёт в свободной любви, он там в коттедже с кучей мужчин или ещё что-то. То есть общество, скорее всего, эту информацию не примет. То есть оно существует как явление, но оно очень табуировано. А как тогда детям быть в таких ситуациях? Чьим? Вот этих семей? Да, хороший вопрос. Чьим? Как вот объяснить ребёнку, что твой папа — это вот этот, пятый и девятый, возможно, на этой фотографии, где 45 человек, а вот восьмой, седьмой и шестой — это папа вот твоей сестрёнки? Ну, скорее всего, современные методики ДНК позволяют точно определить папу. Тут, скорее всего, про отношения. То есть генетически он определён. А как объяснить вот эти все нестандартные связи? Но ребёнок родился в этой семье, он сразу же видит такие связи. Скорее он столкнётся с каким-то непониманием уже в социальных институтах. То есть у него будет комфорт. Если людям комфортно в семье, ему тоже комфортно. Но когда он пойдёт в садик или в школу, если это будет общее воспитание, то там ему нужно будет придумывать, как объяснять. То есть с психикой, скорее всего, его будет нормально, но вот этот конфликт будет при столкновении с другими детьми. Рано или поздно вылезет, да. Друзья, 385-0923 или 8953-385-0923. Есть уникальная возможность проконсультироваться, что называется, бесплатно с хорошим психологом, пообщаться, что-то выяснить, что-то поинтересоваться. Ну и ещё вот одна тема. Это тема запретов. Это тема запретов и, ну, назовём это так, сильных запретов, то есть, ну, которые нам спускают сверху. Сейчас вот, например, материться нельзя. И раньше как бы особо не можем. А тем более сегодня всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. То есть эту борьбу прямо вот такую жёсткую начали в нашу сторону. Но мы можем сказать, ну, долгу-то вообще. Всё равно мы как матерились, так мы и будем матом крыть. Ну да, есть такое ощущение, что для русского человека это прям, ну, странный запрет. Потому что это часть тоже нашей культуры. Да, мы вчера об этом как раз говорили. И у нас слушатели очень интересно сказали, что, мол, материться мы будем. Мы просто объясним, когда можно материться, а когда нельзя. Объяснят, ну, как бы... Ну, детям. А, детям. Детям, да. Ну, на самом деле мы чаще всего при детях не материться. У нас есть разные тоже фантазии на этот счёт. А есть ли это какой-то там, не знаю, случай, когда мама вот сидит вся из себя, такая вот красивая, а когда её подрезали, из мамы, как говорится, скрытая вылезла. Вот эту тему мы с вами обсудим буквально через пару секунд. Сейчас реклама. Вчерашняя тема сквернословия, она так зацепила, что сегодня с госпожой Тебенёвой её даже обсудим. Вот мне кажется, запрещать батюки бесполезно. Но... Ну, раз мы поколение Ленинграда, ну, о чём вы говорите? Я никогда не забуду, как мне дочь пришла и спросила, папа, а что такое? И процитировала Ленинград. Папа покраснел. Да ладно, как тебя можно ещё заставить смущаться? А потому что я матом разговариваю, а вот есть такие места, где я его не употребляю категорически. И что это за места? Ну, например, одно из них — это сцена. Я считаю, что мат на сцене — это одно из самых похабных проявлений похабщины. Это просто... Это вот действительно человеку нечего сказать. Ирина, вот вернёмся к теме воспитания детей. Уже поднимали вопрос. А почему нельзя материться при детях? То есть у некоторых есть такая установка. Я вот иногда наблюдаю такую забавную картину в компании своих друзей. Вот мы сидим в компании и разговариваем все, как хотят, не ограничивая себя. Только появляется какой-нибудь ребёнок или парочка с ребёнком. Всё. Это прямо проходит у всех. Никто не матерится. Если у кого-то проскользнёт вот эти вот неприятные взгляды на тебя и ухмылки и так далее. Почему нельзя? Вот почему вот эта установка есть? Почему нельзя материться при детях? Ну, у нас при детях очень много чего нельзя. Нельзя материться. Некоторые не выпивают при детях. То есть есть вообще семьи, которые живут двойной такой жизнью. Так это же аморально. Они при детях такие порядочные родители. Они никогда не ссорятся. То есть что приводит к серьёзным неврозам. Вот у меня нынешняя клиентка, она пришла с бессонницей. А как бы причина той бессонницы, давний конфликт с мужем, который она не может проявлять при ребёнке. Потому что ребёнок очень маленький. И, соответственно, как бы ей очень там сложно это делать. 3850923. Друзья, Ирина Тебенёва, это наш психолог. Есть возможность у неё, что называется, проконсультироваться, задать вопросы. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Вот я хочу вашу Юлечку поправить. В том плане, что она так задаёт и формулирует вопросик. Мне кажется, что надо формулировать по-другому. Что совершенно правильно, что при детях мы не ругаемся. При детях мы не распиваем спиртные напитки. И это совершенно правильно. И ваша Ирина, гостья ваша, должна с этим согласиться. Правильно, Ирина? Это что за манипуляция? Я не пойму. Выбирай, говорит, с чем мы тебя сожрём. Со сметаной или с горчицей? Добровольно. Да, да, да. Вот смотрите, получается, это совершенно правильно. Вот я, например, дома, мы не выпиваем. Я, в принципе, не выпиваю. И мы даже, если вино или шампанец когда-то на Новый год, то мы всегда прячем, чтобы он не видел. И он спрашивает, что за газировка? Ну, как вариант, если спалят. И никогда не ругаемся. И это совершенно правильно. И я даже в баню, приходя, и приходит малыш какой-нибудь, и кто-то сидя на каком-нибудь там полочке с веником начинает говорить, я говорю, среди нас маленький. И все прекращают ругаться. Это наша культура. Это то, как нас воспитывали. И мне кажется, что Ирина согласится, что не должно быть матершины ни в песнях, ни тем более в кино, ни на улице, в общественных местах. И тогда наши детки будут меньше материться. Так они при вас не будут материться. А вот как выйдут за дверь, так и начнут. Вот вы знаете, это да, но это же получается, вот сейчас я, например, по самому ребенку вижу, он приходит с первого класса, и там у них песни с матершиной включают в классе прямо. Ну, по крайней мере, то, что дети сами между собой как бы друг друга осекают. Но самые блатные, самые крутые, они все равно употребляют это. И дети домой приносят, к сожалению. Но дома, как бы при родителях, нет. И мы при них, нет. И это правильно. Если мы так будем себя вести, то наша будет культура, и этикет, и воспитание будут на уровне достойном. Да, Ирина? Спасибо. А я не согласен. Да, Ирина? Ирина, я думаю, тоже не согласится. Здесь есть несколько идей, которые слушатель рассказал. То есть первая идея — это идеальное представление об обществе. То есть мы хотим своему ребенку дать некое лучшее представление, о чем оно есть. Это хорошая такая возможность. То есть мы же часто даже говорим, вот мы себе не могли позволить. Не важно, не про мат даже сейчас, да, про какие-то игрушки, про что-то. А мой ребенок будет. То есть это такое наше детское желание сделать мир прекрасен. И то есть то, что стоит за вот этой мотивацией нашего слушателя, достаточно прекрасная идея. Но то, как он рьяно пытался как бы переманить меня на свою сторону, говорит о том, что он не совсем уверен в этом, что это дает результат. Вот, например, ребенок из школы приносит. То есть ребенок не живет в идеальной среде какой-то, да. Он все равно коммуницирует и взаимодействует. И, скорее всего, я бы согласилась с другой точкой зрения, что ему нужно объяснить, что да, например, в нашей семье мат не используется. Ну, потому что мы так решили. Но он существует. И мне там, как отцу, будет неприятно, если ты будешь так говорить. Но как бы убирать явление как таковое совсем, наверное, достаточно странно. А не будет ли это двуличием? То есть как бы совершенно... Вы помните, как есть песенка про попу, где очень хорошо и красиво спета, что совершенно непонятно. Попа есть, а слова нет. Ну, вот как раз, если ты честно разговариваешь с ребенком, то здесь нет двуличия. То есть, ну, например, возьмем меня как мать, отодвинемся там от того, что я психолог. Я на самом деле не матерюсь. Ну, то есть очень редко. Ну, то есть у меня, в принципе, нет это в речи. Ну, так вот получилось. То есть, когда вчера был раздув про социальные сети, я даже написала, что, ну, у меня ни разу не возникало такое желание. Но это не значит, что я какая-то хорошая или плохая. Ну, просто так было принято в семье. И это не значит, что я себя останавливаю и бью по губам. То есть, если это такая семья, почему нет? Но это не значит, что при мне нельзя материться. Или не значит, что я отрицаю это. Или как явление. Это просто часть явления. Давайте еще одно мнение выслушаем. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Виталий Екатеринбург. Ваш слушатель постоянный. Но, вы знаете, я не мнение свое высказывать. Это понятно. Мы все моралисты. Я хотел совета попросить. Вот у нас дочь ей 9 лет. И мы сейчас усиленно ищем спортивного психолога. Потому что ребенок категорически, вот, ну, нет у него интереса заниматься. Одно время была куча медалей, был интерес. Сейчас ребенку неинтересно. Подскажите, как, может быть, знаете специалистов и вообще, как можно ребенку привить трудолюбие в спорте? Ну, тут, скорее всего, нужно понимать, что хочет ребенок. То есть, есть обычно две стороны вот в спорте. То есть, первое, это что-то произошло, там, может быть, какой-то конфликт в этой, ну, я не знаю, каким спортом занимается, еще что-то. И разобрать, почему вдруг пропал интерес, а если вторая сторона, которая вам не понравится, что ребенку вообще это не подходит, и он в том возрасте, когда уже смог, ну, и благодаря тому, что вы, видимо, неплохие родители, он может этот протест проявлять. Потому что когда ребенок проявляет протест, значит, родители не совсем тираны. Он имеет на это право. Есть спортивные психологи отдельные, можно посоветоваться. Ну, из то, что приходит в голову, Ирина Щербакова, забейте во всепсихологи.ру. Ну, вот здесь мы прерываемся, услышимся завтра в это же самое время. Ирина Тебенева была у нас в гостях от Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.